Здравствуйте. Подожди, сейчас я переключу наушники. Все. Я вас слышу, только не понимаю, как видео включить. Я тебя вижу через видео. Ты меня видишь там? Вас вижу, себя нет. А, себя не видишь. У тебя там что-то крутится, но, в общем, как-то мы с тобой работаем. Как тебя зовут, ты откуда, с чем пришла? Меня зовут Катя, я из Минусинска, это юг Красноярского края. Пришла я к вам с такой проблемой. Я не могу расслабиться. Вообще никак. В том плане, я, ну, уже, наверное, лет шесть, как, скажем так, морально собралась, и расслабить себя я не могу. Я пять лет похоронила сына, пять лет назад похоронила сына, и я даже на похоронах расплакаться до конца не смогла. У меня какой-то стоит барьер, как моя мама говорит, блок. Я ни телом, ни душой, скажем так, расслабиться вообще никак не могу. Ты потому что привыкла всё держать в себе, ну, в смысле, ты сильная. А сын из-за чего умер столько лет было ему? Ну, наверное, предыстория. У меня есть сын от первого брака, неофициального брака. Замуж я вышла повторно. Вернее, вышла замуж единожды я, но уже с ребёнком. С мужем сильно хотели ребёнка, не получалось. У нас первая беременность, был выкидыш. Спустя два месяца я забеременела, безумно радовались. Ходила беременная, всё было прекрасно. Небольшой токсикоз, и уже на позднем сроке мне сказали, ребёночек с генетической, значит, ошибкой, синдром Дауна. Подтвердить не смогли до конца. Родила действительно, подтвердился диагноз. Всё нормально, как бы, ну, родился ребёночек моего рост или развивался. Он, в принципе, как обычный ребёнок, только что он не говорил. Потом первое, что происходит, я попадаю в тяжёлую аварию, я попадаю и стою на грани, то есть выживу, не выживу. Родителям и мужам там же, вот, в больнице сказали, ну, готовьтесь к худшему. Спустя полгода заболевает сын, у него находят онкологию. Вот маленький сын, ему было два года четыре месяца. Я лежала с ним в больнице, лежала и многое пережила, многое увидела. Наверное, вот там я себя и закалила, что мне нельзя плакать, мне нельзя расслабляться, мне нельзя спать. То есть я запретила себе всё. Чуть меньше, чем через год, сына не стало. Нас отправили домой, сказали, ну, его лечить смысла нет, он лечению не поддаётся, и нас отправили домой. Дома на руках у меня и у мужа он умер. Наверное, в такой ситуации любая мама, она, у неё начнётся истерика, она будет рыдать. И я пошла звонить родственникам. Подушка рядом есть? Взяла? Есть, но ещё рядом спит ребёнок. Ну, ничего страшного. Пусть я, наверное, Игорь, можно на «ты», да? Можно, нужно. Когда ребёнка не стало, какое-то время прошло, и я настолько себя обвинила, я по сей пору себя виню в смерти сына, я настолько себя обвинила, что у меня, ну, человеческим языком говоря, я сама себя начала отторгать. У меня начали отказывать придатки, яичники, мне поставили вторичное бесплодие. В каком-то плане помог муж, он меня просто увёз из города, увёз, мы купили за городом участок, он стал строить дом, и он меня туда вывез. И там, отказавшись от всех таблеток, от всего просто на лоне природы, скажем так, я сама не ожидала. Меня готовили к удалению яичников. Я должна была сдать анализы в августе, в августе 16-го года. А я в начале августа узнала, что беременна. И родила ещё одного сына, с которым я спустя 7 месяцев после родов снова попала в онкологию. Да что у нас там происходит? Дорогая, поставь телефон. Дорогая у нас такая. Нет, 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 это... Мне надо, чтобы ты телефон держала не в руках. А он не в руках. Вставай. Ты сидишь или стоишь? Я сижу, но я в таком внешнем виде. Всё, сиди, сиди тогда, сиди. Или тебе как удобно? Если удобно, сиди, сиди. Ноги выприми. Да, ну как-то это... Выприми, да. Чтобы быть... Руки опусти, закрывай глазки. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Выдыхай. Ещё раз имя скажи, пожалуйста. Катя. Катя, всё, дыши. Я к тебе буду по имени обращаться. Ладно, я сейчас тут на один вопрос отвечу. Там, у кого руку сводит, просто дышите и проплачь, и отпустят левую руку. Левая рука не принимает то, что я делаю, как женщина. Давай, Катя, дыши. Выдох. Ты аж оглохла, да? У тебя где-то уши аж закладывают. Выдыхай. Ты никого не слышишь вообще? Ты вообще ничего не хочешь слышать с внешнего мира? Выдох. Выдох. А, два ещё. Ещё. Катя, глубже дыши. Вот так, ещё. 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 Ещё лучше. Давай, Катя, ещё уплакивай. Вот так, мой, хорошо. Давай, давай, выплакивай. Потихоньку. А, вот так, мой, золотая. Давай. 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 Вот так, мой хорошенький. Давай. Вот так, золотая. Давай, давай, давай. И сейчас выпускай горько. И сердце выдыхает. Вот так, мой, хорошее. А, давай, давай. Вот так, мой. Вот так, мой хороший. Ваша боль с её болью, если резонирует, вы начинаете плакать. Вдохай. Вот так, мой хорошенький. Давай. Из-за мужчины то, что вам плохо было, потому что вы думали, что мужчины не плачут. Вот так. Вот так, дорогая. Катя, вы... А, давай, давай. Вот так, мой хороший. Давай ещё. Вот так, мой хороший. Давай, глубже вдох. Катя, дыши глубже. Вот так. Чё, боже. вот так еще выплакивая, давай вот так прям по спине мурахи идут со спины эти мурахи прям в ноги давай и через ноги в землю все, давай-давай вот так вот так у меня все я знаю у тебя сейчас еще все свернет, дорогая то, что у вас онкология там это неспроста, выдыхайте вот так, моя хорошая, давай выпускаем вот так еще больше давай со спины еще идет давай еще вдох и выдох и через ноги туда в землю все вот так сбрасывай весь негатив вот так все напряжение сбрасывай вот так вот так вот так хорошо еще теперь теперь на выдохе изо рта, когда будешь выдыхать, с правой гланды пристать как будто боль выходит и выдыхай ее ладно давай ага там напряжение пошло вот так выдыхай еще вот так вот так вот так и и и и и и и те ощущения сейчас позвоночник как будто весь сжало многие руки холодные руки свернула нет холодные мокрые давай выдыхай вот так еще давай вдох выпускаю пускать у кого ком в горде от кашлял если уши заложил просто дышите глубже руки сжать хочется сожми и выдыхает твой агрессия сейчас собирается боли у тебя в груди ты не выпускаешь потом у тебя еще установка что женщина не может быть счастливой вообще в принципе ты даже не понимаешь что такое счастливая женщина это да выдыхай почему откуда эта установка у тебя у тебя мама несчастливая от первого мужа от первого мужа и всю жизнь мама ну прямо говоря ломовая лошадь она для меня была и есть всегда примером и ну то есть она всегда сильная и я не могу себе позволить сейчас секунду включу зарядное не могу себе позволить стать слабой просто потому что ну нельзя потому что ради детей ради мужа ради ради работы ради всего должна оставаться сильной сейчас мама у меня в августе сильно повредила ногу она на отдыхе упала сломала шейку бедра и мы работаем с ней вместе у нее бизнес и сейчас все что есть то есть это банки это отчетность это закупки это руководство самим бизнесом все полностью как бы упало на мои плечи мамин муж старается меня разгрузить он меня везде возит где необходимо по телефону многие вопросы стараются решать но все равно на мне ответственность большая то есть я себя за все корю я должна была несколько дней назад дать объявление на радио супруг пришел должна была дать объявление на радио о распродаже вот у нас торговля бизнес я забыла и сегодня мама об этом напомнила и я чувствую себя виноватой то есть я виновата в этом я не дала я себя за все всегда вину то есть сын родился с генетической ошибкой я виновата сын заболел я виновата я всегда везде во всем веню себя в отношениях с мужем у нас не все гладко я виновата я везде во всем веню себя я знаю что я беру слишком большую нагрузку на себя и знаю что в отношениях с супругом я ну русски говоря я просто в своих руках держу его мошонку скажем так не даю ему да я не даю ему руководить я не даю ему раскрыться как причине я себя за это виню но поправить ничего не могу ну никак мне это а перед мамой всегда чувство вины перед родителями всегда чувство вины то есть я в плане родителей я безотказна папе что то нужно даже я буду болеть я не откажу я во вред себе могу сделать что то для кого то но не откажу я настолько себя скажем так загнала вот начиная с середины февраля буквально по вчерашний день я дважды теряла сознание благо дома один раз мучка просто вставала попить мужа дома не было вставала попить шла обратно в постель потеряла сознание и вчера утром я просто пошла поставить на кухню чай не хотела налить себе чай выходила из кухни упала потеряла сознание утро если было ранее упали закруглся открывай когда ты очень сильно испугалась скажи когда был у тебя очень а все у тебя же ты ну-ка давай дыши закрывай глаза дыши закрывай глаза дыши ну по мне Спасибо. 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 Сейчас в теле ощущения твои. Глаза только не открывай. Ну, по телу легкость, а ногам холодно очень. Угу. Ноги мерзнут где? Стопы, икры, бедра? Икры. Икры и стопы. Икры и стопы. Ты жить боишься? Будущее боишься? Угу. Что там такого страшного? Выдыхай. Закрой глаза. Боюсь не оправдать надежд окружающих. Всех. Клюнь окружающих, ага. Чего боишься по-настоящему скажи? Боюсь до конца потерять веру, наверное, в себя и до конца перестать хотеть жить. То есть мысли о суициде, они… Говори теперь я… 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 Имя… Катя… Выбираю жить. Выбираю жить. Ага. И проговаривай давай. Еще раз. Постоянно, да. Я… Выбираю жить. Я… Катя… Выбираю жить. Я… Катя… Выбираю жить. я катя выбираю жить я катя выбираю жить я выбираю жить я катя 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 внутри легкости по спине в области чуть ниже шеи шеи и затылок холодно открывай глаза да вот так парень сделаешь вот здесь находишь точку где больно находите прям вот делай глубокий вдох дави и выдыхай вот эту боль прям выдыхай не отпускать и выплакивай давай давай вот так мы хорошо давай еще вот так давай выплакивай вот так давай давай еще на виды в Продолжение следует... 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 что нас примут на бесплатной основе, только проезд туда, проживание там для нас будет бесплатно, муж снял там жилье, мы прилетели, сделали анализы. Получилось как, вообще мы приехали после ответа, мы в ночь отсюда выехали в Красноярск. В Красноярске нас уже отправляли, получается, младшего сына в Петербург, в Санкт-Петербург на трансплантацию вместе со старшим сыном, то есть от старшего к младшему пересадку делать, хотя даже анализов не сделали, сказали, что да он подойдет. Мы с мужем долго там не думали, ну как, нам с Москвы уже дали ответ, мы согласились с Москвой, от Питера отказали, ну, написали отказ. Нас запугивали, сказали, что да, там ребенка вашего на органы разберут, что только не сказали. Конечно, в подвешенном состоянии были оба, мы с мужем, мы взяли ребенка и улетели в Москву. В Москве по первым анализам нам сказали, мы не знаем, от чего вас лечили. По первому взгляду, еще не было анализов, по первому взгляду нам сказали, мы не знаем, от чего вас лечили, но онкологии у него, скорее всего, нет, даже по анализам попервичным. Скорее всего, это была или гемангиома, или воспалительный процесс такой. Спустя две недели нам сказали, нужно повторно к ним госпитализироваться, то есть мы там пробыли три дня, улетели домой, спустя чуть меньше двух недель мы вернулись обратно, нам перепроверили и сказали, валите вы домой, потому что у ребенка ничего нет. Делайте раз в месяц анализ крови на альфа-фетопротеин, и раз в три месяца делайте УЗИ. Это было, получается, это было как раз, вот это сказали, в день рождения супруга, 1 марта, обрадовали нас так. И сейчас прогнозы какие, что говорят? Мы делаем анализы, сдаем, вот мы сдавали анализы, все в порядке. Он на инвалидность. А зачем химию, зачем херачили? Они предположили, они даже диагноз не подтвердили. Короче, онкологии не было у него. Нет, хотя химиотерапия проводилась. Как юрист нам сказал, мы не можем, как сказать, подать в суд на больницу, потому что согласие на проведение лечения я подписывала. То есть, и диагноза-то не было, и уже опухоль, ничего на печени нет, чтобы доказать, что это не гипотобластома, ну, что это не рак печени. Мы не можем ничего доказать. Понятно. Ну, слава богу, сейчас нормально с ним все. Да. Ему три года, и он единственное, он не говорит. Он не может. Пусть не хочет, но не может. Он говорит Тарабарщину. Что значит не может? Его плохо слышно? В смысле, он не может выговорить? Он, вот он подходит, что-то просит. И не понять, что, бессвязные какие-то звуки. Но он говорит да, говорит не. Мама, папа. А в развитии нормально он? Принеси вот это, он идет, приносит? Он считает до пяти, он знает все цвета, он знает всех животных. В плане умственного развития он не знает. Потренируется заговорить, ничего страшного. Ну, здорово. Ощущения сейчас какие? В голове как будто сжали, а по телу легкость. Сжали где? Затылок. Затылок. Кто на тебя имеет такое сильное влияние, скажи? Под чьим влиянием ты с ним находишься постоянно? Мама. Мама. Когда ты от ее влияния уйдешь? Не знаю. Я маму очень сильно люблю и... Я понимаю. Я накосячила перед ней за весь свой подростковый возраст. Да, похоже, еще похоже. Когда ты от мамы уйдешь от влияния? Наверное, когда не буду от нее так зависима. Когда? Дату? Мы планируем в будущем разъехаться в две разных страны. Она в одну, я в другую. Я понимаю. Ты когда от нее отрежешься, скажи? А когда нужно? Я не знаю, как сказать. Мы работаем вместе. Мы живем в одном городе. Я на нее... Прямо сказать, я на нее работаю. И я поэтому от нее зависима. Напрямую зависима. А мужику и маму твою ненавидят, да? Ну, они друг друга ненавидят. Да. И сколько эта хуйня еще будет продолжаться? Не знаю, но длится уже 10 лет. Сколько ты еще хочешь, чтобы это продолжалось? Не хочу, чтобы это длилось дальше. Катя, смотри. Ты можешь с мамой общаться, но не посвящай ее в свои дела. Семейные. Не впускай ее в свою кровать. Для меня это сложно, потому что мама для меня, ну, единственный, наверное, друг осталась. Я с мужем не все могу обсудить, что могу обсудить с мамой. Я же не могу мужа на него же посваживаться. Катя, у тебя мама в первом контуре твоя. Да. А муж, блядь, во втором. Хотя должно быть наоборот. Если ты мужа включишь первый контур, а маму выдаешь во второй, и ребенок не будет болеть, ты ее когда вытащишь, скажи? Выдаешь во второй контур. Не знаю. Я не знаю, как это сделать. Блядь, вот ты... Я мужа очень люблю. Очень сильно люблю. Ты не меня не услышала... Ты не услышала, Катя? Ты основного не услышала? Наверное. Ты просто прослушала. Еще раз смотри. Что будет, если ты маму отсекешь от себя, и ребенок твой перестанет болеть, как скоро ты от мамы отойдешь? Ну, наверное, недели две. И я перестану быть... Отойти, отойду полностью. Ты отходи от мамы. Ты просто скажи, мне надо побыть одной. Хорошо? Информационно ее от себя отрежь. Все, что ты обсуждала с мамой, обсуждай с мужиком своим. Поняла? Мужа перетащишь на первый контур. Если у вас любовь, и ты его любишь, перетащи его в первый контур. Маму вытолкни на второй. Хорошо? Ты скажи, мама, я тебя люблю, но, короче, подожди. Поняла? Да, Игорь, у меня еще такой, ну, не скромный будет вопрос. Давай, Милан. Я просто смотрела по предыдущим прямым эфирам. Для меня это деликатный вопрос. Хорошо, что я себя не вижу. У нас с мужем интим никак. Вообще никак. Вот я могу весь день ходить и думать об этом, и безумно его желать. Прям безумно. Я могу писать ему пошлые смс-ки. Я раскрепощенная. Я с мужем на все готова. Но когда дело доходит до интима, все, я кончилась. Не кончила, я кончилась. В смысле, я не хочу, все. Но ты же с мамой спишь, дорогая. Ты как-то хочешь с мужем спать? У тебя секс с мамой, дорогая? Я тебе почему говорю, отойди от мамы? Потому что мамы... Мамы спишь, как хера в тебе. Насколько глубоко на самом деле, насколько много во мне мамы. Потому что я даже сейчас... У меня дом, у меня семья. Я могу просто по звонку мамы, я могу бросить все, даже если я ездить готовлю. Собраться и уехать. Я могу даже сына младшего не покормить, собраться и уехать. Я от нее зависима настолько, что, допустим, вот она мне... Ой. Она мне в конце января сказала, говорит, отпусти к нам Кирилла. Кирилл это мой старший, наш старший сын. Она попустила его на пару дней. Я говорю, не получится, у него школа. Она говорит, ну дай ему рюкзак. Кирилл домой еще не вернулся. Она, я так понимаю, одинокая женщина, да? Мужа нет. Где папа будет? У нее есть муж. У нее есть муж. Они живут вместе уже 18 лет. Нет, нет. Папа ушел. Родители развелись, когда мне было 12. И я с 12 лет, ну грубо выражаясь, как говно в проруби. И не туда, и не туда. Потому что у мамы любовь, и я поначалу отчиму и не была нужна. Я воспринималась, как бельмо в глазу. А у папы жена моего возраста. Ну не моего, она у меня чуть-чуть постарше. Ну хорошо, папа молодец. Чего я тебе скажу? Ну у него сыну 4 года будет летом. То есть у нас у детей разница 9 месяцев. Классно. Папа красавчик. А мама что там со своим мужиком делает, скажи? Сходятся, расходятся. Она его дрочит там постоянно, да? Раньше сильно, сейчас нет. Реже. Сейчас реже, наверное, в силу того, что она физически зависима. Потому что она плохо передвигается после того, как сломала шейку бедра. Она сейчас твоего сына забрала к себе. Ему мозги трахают. У них общих детей общих с мужем нет. У него две дочери тоже, у отчима. Одна старше мне на год, вторая младше на три. И там родились тоже две девочки. У одной и у второй по девчонке родилось. А у меня сыновья. И ей нужен внух. Потому что, слушай меня теперь. Она не создала отношений со своим мужиком. Нормальных. И хочет теперь схавать твоего сына. Сына оттуда забери. Маму от себя оттолкни. Пусть она выстраивает отношения со своим мужиком. И к тебе, блядь, не лезет. Всё. И это будет залог здоровья твоих детей. И твоих здоровых отношений с твоим мужем. Они просто с папой туда разводились. Ты не слышишь. Ну тоже такая история. Подожди. Нет, нет, нет. Подожди. Ты не туда сейчас несёшь. Это всё хорошая история. Но это не про тебя сейчас. Смотри. Если ты сейчас не наладишь взаимоотношения со своим мужем, он либо сдохнет рано, или появится любовница. Нормальная перспектива? Я его, наверное, своим отношениям уже угробила. Потому что... Нет, ты ещё не угробила. Он сколько тебя уважает, и сколько он твою территорию бережёт, ты его ещё не угробила. Он, блин, на цыпочках тут крался же за спиной. Я же видел. Он не хочет мешать. Потому что он знает, что мне разговор необходим был. Он даже, когда я говорю, что я должна остаться одна, уйди. Он берёт сына, уходит и даёт мне остаться одной. Ты пиздец тиран, да? Я как мама. Я от неё много... Подожди, я как мама, блин. Я тебе сейчас как... Короче, идёте в сетшоп. Были. Нет. Покупайте вот эти, блин, все ремни БДСМовские. Пусть он тебя поунижает немного, ладно? Дыши глубже. Чтоб ты была нижней, поняла? Выдыхай. А без этого нельзя? А без этого в жизни ты его задрочишь просто, дорогая. Выдыхай. Чё тебя коробит, скажи? Я пережила попытку изнасилования, пережила. И это меня коробит для меня... А и поэтому ты мстишь заранее, да? Ну, можно и так сказать. Мне даже если во время интима за волосы берёт, для меня это... Мне очень сильно иногда этого хочется. Но у меня появляется внутри такой страх. Короче, дорогая. Ты придумываешь... Я тебя сейчас научу. Придумываешь топ-слово. Тогда, блядь, ту матч. Да? И пусть он тебя отпиздит, ладно? И плёточки, и завал, и сопотаскает. И путь поползает ты там. Поняла? Ты должна этот барьер переломить. Что это безопасно именно с ним. И так вы разнообразите свой секс немножко. Ты доминируешь в жизни сейчас, да? Но чтобы ему научиться доминировать, ему нужно хотя бы в постели доминировать. Понимаешь? В сексе же это нормально, когда ты внизу? Да. Правда же? Если ты раскованная, это нормально. Поэтому чуть-чуть привыкни к этому, ничего страшного. Я ему на 23 часа подарила сертификаты. Сама написала их и подарила. И там, ну, несколько неприличных. Вот уже 23 февраля, сколько времени прошло, он ещё ни одного даже не попросил использовать. И я понимаю, что он боится. Наверное. Поэтому в игре потихоньку, причём инициатор должна быть ты. Что он не понимает, когда он тебе пиздюлей, блядь, получит. И ты должна себя держать в руках. И это как-то быть инициатором этого всего. Потихоньку из секса это перейдёт в жизнь. Угу. Это самый короткий путь. Ну, мне так кажется, я не знаю. Ну, попробовать же можно. Да. Понимаешь? Потихоньку, потихоньку, небольшими шагами, потихоньку вы это используете, и потом это перейдёт в твою жизнь. И потом вы эти плётки можете в сторону убрать, они не нужны будут. Но первое время это надо немножко утрировать. Угу. Хорошо? Да, что мы нашли твою точку, зону роста твою. У тебя глаза же просветели чуть-чуть. Ну, мне и легче стало. У меня перестало в ушах звенеть. Мне, наверное, нужно было всё продышать. И, как сказать, я сама в последнее время стала понимать, что в моей жизни много мамы. Очень много мамы. И сама начала понимать, что нужно отстраняться как-то. Только мне нужно было где-то снискать вот этого одобрения, похвалы, что да, сделай так. Но опять же у неё же я пытаюсь найти эту похвалу, это одобрение. Смотри, дорогая. Вот смотри, как отойти от родителей? Надо перестать рассказывать ей свои проблемы. Угу. Там ребёнок болеет. Муж, блядь, там орёт с утра, там ведь что-то не с той ноги проснулся. На работе у него херово. У меня там, блядь, я колготку там стрелку сделала на колготках, да. Короче, всё нытьё убираешь нахер вообще из разговора с мамой. Обсуждаешь только хорошую погоду, поняла? Угу. И ты увидишь, как только заканчивается говно, заканчиваются разговоры по душам с мамой. Угу. Потому что вы месяц и говно. Она своё, ты своё, и вы так живёте, понимаешь? Угу. Пусть её там свой мужик унижает, ты дома сама унижайся. И всё, будьте счастливы обе. Угу. Вам надо научиться. Вот знаешь, почему, вот слышала же Павел Раков, у вас там сейчас этот, ну, такой есть этот в России психолог, он унижает женщин, он очень сильно. А, да-да-да. Он очень сильно унижает женщин, потому что вы там, ну, немножко, этот, наглые немножко. Ну, вы немножко, блядь, мужики. И поэтому вас надо немножко принижать. Понимаешь? У нас в Казахстане чуть иная немножко ситуация. Но у вас почему-то так. И вам нужно учиться вот это прогнуться. А в сексе безопасно. Это же не на улице он тебе фигачить будет. В сексе безопасно. Да. Так что в шоп сходите. Ну, вы, может, не те игрушки покупали. Может быть. Так что ты, говорит, горничная, а я немецкий сантехник. Будет у вас там. Нет, ролевые игры мы прошли, как-то не зашло. Не наша тема, видимо. ВДСМ попробуйте. Я тебе серьезно говорю. Потому что у тебя, смотри, вот люди, которые агрессивные, у них, им в подсознании где-то охота унизится. Да. Понимаешь? Где-то в подсознании ты хочешь унизиться. Люди, которые унижены, они хотят потом проявить свою агрессию куда-то. Это проявляется у меня, знаете, в чем? Я себя зачастую веду как дурочка. Вот рядом с мужем. Я, у меня есть образование, я интеллигентная, я начитанная. Но я зачастую веду себя как какая-то, ну, малолетка тупая, скажем так. Зачастую. И я себя так нормально ощущаю в этот момент. Но я понимаю, что, ой, что обо мне в этот момент думает муж-то. Да пусер вообще. Ему надоедает, что я себя так веду. Вот этот вот, как он говорит, эти эмоциональные качели, я тут этого дурочка тупенькая, а то агрессор, сервер. Вот сиди в дуре, поняла? Угу. Потому что, как только он берет у тебя образы правления, когда ты дура, ты начинаешь выхватывать руль, когда он уже, блядь, набрал скорость. Угу. Поняла? Поняла?